Здравствуйте, в студии Светлана Тусида. Вы смотрите программу «Угол зрения». И сегодня у нас в студии начальник отдела лицензирования и недропользования общества «Газпромдобыча надым» Сергей Трандин. Сергей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Вот расскажите, пожалуйста, какие задачи предстоит решить в этом году? Ну, как таковых рамок жестких нет, конкретных задач постановки. Есть текущие вопросы, которые бывают и переходящие в том числе. В частности, в данный момент очень актуально у нас завершение процесса внесения дополнений в лицензию по закачке стоков ювелирного месторождения. Заявка подана была еще в июне прошлого года. Но в силу неопределенности законодательства, как нам разделить лицензию. Хотя правовой прецедент мы создали такой по Баваненкову, но законодательно он не прописан. И госорганы, когда вторично вышли на нашу заявку, подав ее, встали в тупик и не знали, как правильно в рамках закона эту лицензию разделить на две, на добычную и закачка стоков в отдельную лицензию. И вопрос решался долго, вплоть до того, что в декабре были внесены некоторые корректировки в закон о недрах, позволяющие частично решить этот вопрос. И на данный момент, буквально или завтра, или во вторник, вчера не мог дозвониться до Роснедр, точнее, тот человек не отвечал просто, должны были окончательно принять решение, все-таки будет разделение лицензии или нет. Но это, конечно, нонсенс. Все регламенты пропущены по срокам. Вплоть до того, что госорганы шли на хитрость, они вернули заявку в декабре в Ямал-Недра, территориальный орган. И возврат от Ямал-Недр они посчитали как повторная подача от общества, хотя в общество она не поступала. Но связано было со сроками. Связано было с тем, что они пропустили сроки, не сумев принять правильное решение. Потому что юристы по-своему считают, геологи по-своему считают Роснедр. То есть есть нюансы, да, есть проблемы. Но не решаем. И сейчас вроде все определилось, все договорилось. Но ждем, какой результат. Потому что одно дело слово, другое дело комиссия. Комиссия принимает решение. Если говорить в целом, то какие лицензии необходимо получить предприятию-недропользователю? Ну, можно так вопрос поставить, какие необходимо получить. Но ответ будет простой. В данный момент получать ничего не надо. У нас все необходимые лицензии для работы существуют. А если говорить из перечня лицензий на право пользования недрами, то мы обязаны иметь несколько видов лицензий. Это лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых. Лицензии на добычу пресных вод для питьевого и технологического водоснабжения. Того же, допустим, юбилейного промысла, медвежьего промысла, имсовейского. Ну, на Баваненково подземных вод нет. Там вечная мерзлота и криопегия, и минеральное содержание. И лицензия на закачку стоков. Как частый случай, на Баваненково была лицензия у нас на строительство подземных резервуаров во льдах для захоронения отходов бурения. Но это право мы передали стороннему подрядчику. Мы имеем такую возможность по закону. И они этим видом пользования недрами занимаются с нашего разрешения в пределах нашего месторождения, наших горных отводов. То есть пока у нас вот три основных, что связано с пользованием недрами. Я не беру здесь ОПИ, месторождение. Это тоже недра, но это участки недр местного значения. И регламентируются они законодательством ЕНАУ. Территориале, субъекта федерации. Лицензирование пользования недрами. Насколько эта процедура многоплановая, сложная? И от чего она зависит? Да, процедура получения прав пользования недрами. Процесс довольно длительный, регламентированный. Поэтому отступлений, конечно, и исключений каких-либо не бывает. По длительности сроки разные. Они зависят от нескольких факторов. Прежде чем понять, какой участок недр мы хотим взять, соответственно, мы должны провести для себя оценку и понять это. То есть вот этот участок недр, содержащий какие-то залежи, или перспективные залежи, ресурсы, мы берем. Соответственно, наша внутренняя работа идет по оценке составления технико-экономических обоснований, предложений. Как комплексная работа. Да. То есть мы, когда ее оцениваем, мы понимаем, что да, это участок перспективный, мы можем получить соответствующую рентабельность, если получим право пользования недрами. И результаты оформляются окончательно решением Центральной комиссии по недропользованию Газпромом. Вот когда там принимают решение, да, это участок перспективный, рекомендовать его Газпром Добыча на дым приступить к лицензированию, тут возникает вторая дилемма. А выставлен ли этот участок на аукцион? Потому что мы можем подать заявку только на тот участок, который внесен в перечне участков недр, подлежащих лицензированию в том или ином году. Если нет, мы выходим с инициативой на Министерство природных ресурсов, ну, в частности, Роснедра, да, как исполнительные органы федеральной власти, с предложениями включить перечень и изъявляем свое желание. Тогда один раз в год или два раза в год, по-разному бывает, они вносят этот участок в перечень, и вот тогда мы имеем право подать заявку. Но так как лицензия, особенно на углеводороды, приобретаются или получается право пользования по результатам аукционов, есть и конкурсная процедура, но, как правило, это аукционы. Соответственно, подают заявки на этот участок еще и другие участники. И тут реальная борьба, подготовка соответствующих материалов, оплата определенных разовых платежей, которые насчитывают за участие. Это десятки и сотни миллионов рублей. Соответственно, нужны и лимиты заложить. То есть процедура довольно сложная. Длительная, сложная. И когда участок нужный вдруг появляется неожиданно для нас, допустим, включили в перечень, бывают очень сжатые сроки, там, два месяца, полтора месяца до начала аукциона. И как же вот успеть уложиться в такие сжатые сроки? Да, вот тут начинается очень серьезная работа. Сидим ночами, готовим документы, подключаются абсолютно все отделы, которые зависят. А там и имущественники, и экологи, и охрана окружающей среды, и технические отделы. В общем, все службы. И информацию, требуемую для участия в аукционе, подтвердить возможность данного недропользователя профессионально эксплуатировать месторождение потом, она оценивается со всех сторон, в город с недрами. Да, и прежде всего идет анализ конкурсной документации. Если любые нарушения формальные, они могут повлечь за собой отказ от участия в конкурсе. И тогда все усилия будут напрасны. А вот процесс выдачи лицензии на недропользование, он с чего начинается? Вот когда аукцион общества выиграла, сам процесс, в принципе, он довольно сильно формализован. Там никаких нюансов не бывает, таких, которые могли приостановить процедуру. Если есть решение аукционной комиссии о признании победителем того или иного общества, то процедура все. Получаем на руки решение, подаем заявку, и она в определенных законах сроки, каждая процедура прописана, там 120 дней. В этих рамках лицензия оформляется и удается. И вот как она оформляется, если говорить, что входит в пакет документов? Потому что, наверное, это тоже нужно немало собрать, целую типу. Если говорить о получении лицензии, то пакет документов, он весь уже на конкурсной... То есть на том этапе он как раз и... Он там и есть, да. И когда решается уже, то вопрос лишь только за временем выдачи соответствующих решений. То есть решение конкурсной комиссии, приказ Роснедр о выдаче лицензии. И раз приказ появился, они просто лицензию оформляют, мы приезжаем и получаем ее. Это если вот новая лицензия. Если внесение изменений и дополнений в лицензию, это, в принципе, основная работа, потому что корректировать приходится часто. Там немножко другая процедура. 120-140 дней. Там пакет документов, да, тоже довольно большой, высок. Но он ни с аукционами, ни с конкурсами не связан. Самый сложный вопрос – это готовить обоснование, почему мы хотим. И иметь законодательно установленные основания для внесения изменений. А их не так много на самом деле. И чтобы свои хотелки реализовать в виде дополнения к лицензии, нас устраивающую, то приходится вот эти вот 4 или 5 оснований законодательно установленных и наши обоснования так подводить, чтобы они подходили куда-то. В противном случае наша заявка просто отказывается и все. И мы не получаем. Особенно, когда уже есть невыполненные условия, которые просрочены, то даже уже правительственные распоряжения на этот счет были выданы. И они ими четко руководствуются. Есть нарушения, дополнения не принимаются. Независимо от того, есть ли геологическая основа под это или нет. То есть очень строго. Очень строго, да. На наш взгляд и на взгляд некоторых специалистов Роснедр. Это неправильно, но тем не менее, вот такая вот система пока. Да, что-то в лучшую сторону меняется. Меняется законодательство, меняются основания. Но нарушения есть нарушения. Если есть нарушения, внести изменения очень сложно. Нужны такие серьезные веские основания, что просто никуда деваться. По имсавею, в частности, у нас 98-я скважина, дважды продлялся срок. И мы подали заявку, в общем-то, мало рассчитывая на формальные основания для внесения изменений по переносу окончания строительства на 15-й год. У нас были и предписания Роспроводнадзора были, и уведомления Роснедр о нарушении со сроками исполнения. То есть мы не попадали под тот вариант, чтобы внести изменения. Но так как мы уже пробурили скважину, уже испытывали объекты, так это скважина, это наша многострадальная, она 10 лет практически строится. Такой большой фронт работы уже был проведен. Это палеозойная, это палеозойная, очень глубокая. Это, по сути дела, задачи регионального геологического изучения. Потому что палеозойских скважин, давших продукцию, еще нет. И это мы лишь оцениваем только возможность. Тем не менее, да, комиссия приняла решение продлить нам срок. То есть мы сейчас на законных основаниях до 31 декабря 2015 года имеем право строить ее дальше. Та или иная лицензия, в течение какого периода она действует? Различное, да. Вот геологическое изучение, включая поиск и оценку месторождений, она действует на срок от 5 до 7 лет. В нашем регионе до 7 лет. Кстати, тоже была большая работа, и не без нашего участия, а о том, что в северных районах 5 лет для геологического изучения недостаточно. Условия удаленности объектов, не развитость инфраструктуры, зимники, дорог нет, завозка материалов сложна и так далее. Добились 4 года, добились сейчас до 7 лет. Это Якутия, Сахалин, Янау, Хантамансик частично. В этих регионах, вот северных, где вот такие условия, сейчас до 7 лет. Что касается разведки и добычи, то в принципе по закону на срок отработки месторождения. То есть, если проект на 35 лет, значит на 35 лет. Но пишут, как правило, на 25 лет, потому что за этот период проекты все равно меняются, переносятся сроки. Но в любом случае, на тот срок, на который существует утвержденный проект о разработке месторождения. А как взаимодействуете с округом, федеральными структурами? Вот по тем вопросам, за которые отвечаете? Да, это важная работа, честно говоря, начиная с чисто профессиональных встреч на экспертных советах или еще где-то, в том числе и личные отношения. Потому что мы все понимаем, что разговаривая по телефону, можно какие-то вопросы решать только лично. Если не знаком, то надо ехать лично, встречаться, видеть человека в глаза, когда лучше понимаешь друг друга, и больше сказать можно, и какие-то документы показать, и все. Да, налаживаются отношения, приходят новые люди в госорганы, едем, знакомимся, представляемся. И это нам помогает работать. Да, конечно, общение регулярно происходит, особенно когда нужно дополнение внести, консультации обращаемся за какими-то вопросами, не отказывает. Но у них и в регламентах действия федеральных органов, и региональных прописано, что они обязаны оказывать содействие недропользователям. Мы этим пользуемся. Вот еще следующий такой вопрос. Есть ли нормативно-правовые акты, уже принятые, которые позволили сократить срок выдачи лицензий? Срок выдачи лицензии, если касаться непосредственно выдачи, то есть после принятия решения о выдаче, он жестко регламентирован регламентами, так называемыми административными регламентами Роснедр, Федерального агентства по недропользованию. И поэтому, как таковые, сроки там не сокращаются, они установлены, но в рамках этих сроков, опять же, как говорится, приделывая ноги к документам, мы имеем возможность сократить сроки. Но это в том случае, если нет вопросов, если обоснования четкие и понятные, если у комиссии и экспертных групп распорядителей недр единое мнение по поводу выдачи лицензии, или внесения изменений и дополнений, то вопрос не возникает, это делается быстро. Ну и опять же, если Роснедра, если они принимают решение о внесении изменений или выдаче лицензии, не загружены более существенной работой по поручению правительства. В частности, вот наша многострадальная юбилейка по закачке, что по разделению лицензий, что у нас с июня прошлого года тянется, ее не могли по осени, три месяца рассмотреть, только потому, что там очень серьезные вопросы решала комиссия, и готовились материалы по шельфу, то есть правительственное задание было. И, соответственно, они наши откладывали, откладывали, откладывали. И вот пока на личных отношениях, вот уже нынче, я не позвонил туда, подключил других людей с «Газпрома», созвонили, все, и они вот вклинили, вот сегодня, может, завтра или во вторник, вчера рассматривали. Вы, как представитель компании, участвуете в выездных заседаниях экспертного совета по недропользованию нашего округа? Да, не регулярно и не на каждом, но да, участвуем, конечно, поддерживаем. Но экспертный совет по недропользованию – это орган консолидированный, он лишь для контроля недропользователя, он, в принципе, не решает решение, не принимает решение о судьбе лицензии, да, там. Он заслушивает и принимает к сведению, у них своя отчетность, там участвуют и представители субъектов федерации, и распорядители территориального, распорядители недр. Вот они заслушивают, принимают объемы работ, смотрят, что сделано, что не сделано. Ну, в принципе, да, конечно, если есть серьезные нарушения, невыполнения какие-то, конечно, да, Росприроднадзор подключается, они тоже являются членами этой комиссии экспертного совета. Вот, но контролирующие надзорные инстанции регламентированы своими внутренними документами. Вот мы знаем, раз в три года, допустим, Росприроднадзор приезжает. И в этот промежуток они вклиниться не могут с проверкой. За исключением только сроков исполнения ранее выданных предписаний. Очевидно, что соблюдать правила и нормы технической документации, ее ведения – это очень важно. А как следите за этим? Правила и нормы, да, конечно, обязательно соблюдать их необходимо. Но в данном случае мы будем говорить, наверное, не о правилах и нормах в лицензировании, а о соблюдении условий пользования недрами, так называемой, которые, конечно же, реализуются с помощью различных нормативно-правовой базы. Да, в наших обязанностях отдела контроль исполнения лицензионных соглашений. А так как лицензионные соглашения, или точнее сейчас это называется «условия пользования недром», они много плановые и охватывают абсолютно все сферы деятельности общества, то приходится нам, да, собирать информацию со всех филиалов, со всех отделов, которые той или иной степени касаются конкретных пунктов лицензионных соглашений. Делаем свод, делаем отчеты, ежеквартальные, ежегодные отчеты. Ежегодные рассылаем по госорганам, они тоже проверяют, смотрят. И, соответственно, наша задача в рамках контроля – это анализ рисков для предприятия. Рисков проверок, выдачи предписаний, рисков невыполнения лицензионных соглашений, формирование предложений по устранению этих рисков. Ну и, соответственно, устранять эти риски можно какими способами? Или увеличить объемы работ, или что-то сделать, вложить средства, а это уже сложнее, это планирование лимитов и так далее. Если они не были заложены, то это не все. Второе – это как раз внесение изменений в лицензии. Допустим, по изменению сроков бурения, по изменению сроков сейсморазведки и так далее. Это в наших силах и в наших обязанностях. Вот получается, извините, если даже нарушаются условия, то понятно, что это по объективным причинам больше идет. Это тоже, как вы и говорили выше. Ну, объективные причины, конечно, да, это объективные причины, но, допустим, отсутствие финансовых средств общества, неподтвержденных лимитами «Газпрома», для нас это объективная причина, а для распорядителя недр это не объективная причина. И поэтому мы этими вещами не фигурируем, не декларируем, что у нас нет денег на это. Мы просто принимаем меры, пытаемся внести изменения в лицензию. Это нужно делать до наступления срока исполнения. Если получается, то мы получаем дополнение, нам сроки переносит. Если нет, то мы попадаем и в финансовый цитнот, и по выполнению. И тогда какие-то проверки приходят надзорные, соответственно, мы уже получаем и предписание. Сергей Михайлович, как удается совмещать вот это вот и держать руку на пульсе? И понятно, что, наверное, важно, когда коллектив такой сплоченный, и можно положиться, как говорится, на каждого сотрудника. Да, по всем лицензиям это как бы все разные направления. Работают отдельные специалисты. У нас так поставлена работа, что, несмотря на то, что у нас есть, допустим, добыча воды, закачка стоков и добыча углеводородов, вот три как бы главных направления, они все пересекаются в той или иной степени, чтобы возможность была подменом друг друга. У нас, слава богу, не случалось из-за такой постановки вопроса в отделе и распределения обязанностей. У нас не случается таких вещей, что если человек в отпуске, то вся работа встала. Нет, у нас такого категорически исключено, потому что необходимость приступить к внесению изменений может возникнуть сразу. Внесли изменения в какую-то нормативную базу, и она позволяет нам улучшить ситуацию с исполнением сроков, мы тут же оперативно должны начать работать. Если мы пропустим сроки, это все затягивается, кумулятивный эффект растягивает, получается не очень хорошо. Поэтому, да, работают специалисты, сидят, четко отлажена структура. Слава богу, у нас уже 10 лет отдел существует. 29 декабря было ровно 10 лет создания приказа о создании еще тогда службы в 2004 году. Из-за этого уже отработанная система, да, у нас все нормально. Приходят новые люди, да, меняются некоторые кадры. Редко, но бывает. Быстро входят в курс, все помогают друг другу. А изъятие лицензии, ну, упаси Господь, конечно, чтобы даже такое в страшном сне не приснилось. Но это, по сути, крайняя мера. Это очень крайняя мера, конечно же, да. Для того, чтобы эта мера наступила, конечно же, нужно серьезные основания, серьезные нарушения. Хотя перечень их, статья 20-й закон о недрах регламентирован. На каких условиях это может быть. Ну, не так это все как бы просто и легко, даже госорганам, принять такое решение. Ну, даже представить себе невозможно, допустим, Минсавей или Медвежку туда попытаются забрать. Там же сразу вследует масса других вещей. А имущественный комплекс, а кто его купит, а у кого такие деньги найдутся. Ну, и так далее, и так далее. На это уповать, конечно, не следует. Ну, отвести такую планомерную работу. Конечно, санкции существуют, довольно жесткие. Это штрафы. За каждое предписание от 300 до 800 тысяч штрафы налагаются. Именно в части условий, пользуясь недрами. По охране окружающей среды и так далее. Ну, нет, пока, слава богу, не будет, я думаю, такого. Понятно, что различные проверки сопровождают работу. Когда и тем, как часто они проводятся? Вот регламентом установлена проверка Роспроднодзора. Это непосредственно за недропользователями надзорная инстанция. Она раз в три года проводится. Если есть нарушения, выдаются предписания со сроками реализации. К этому времени мы, конечно, прилагаем все усилия и все общество. Я имею в виду не только отдела, а все общество. Потому что там предписания по разному направлению могут быть. Но так как они в той или иной степени связаны с лицензиями, соответственно, здесь принимаются меры, устраняются. Идет внеплановая проверка в таком случае. По окончании срока исполнения мы представляем все документы, подтверждающие исполнение или объяснение, почему мы не можем это делать. Нам продляют. Допустим, если мы не сумели, но бездействия отсутствует. То есть у нас идет планомерная работа в рамках той же нормативной базы. Потому что мы не можем перескочить экспертизу, допустим. А ее нужно делать. А это сроки. Смотрят, продляют. Устраняем. Предписания снимаются. Ну вот, Росприроднадзор. Раз в три года, плюс неплановая. Прокуратура. Практически каждый год приходит природоохранная. В прошлом году была. Вот нынче сейчас проверка идет. Но она уже закончена, но пока акты мы еще не видели. Внутренние проверки нашего акционерного общества. Аудит. Налоговые. Налоговые федеральные службы проверки тоже. Берут данные по выполнению условий лицензии. По отчетности. Проверяют, смотрят. Объемы добычи. Да, хватает. Хватает. Дай Бог, чтобы они так успешно всегда проводились. Ну да. Среди Михайлович, а вот какие отраслевые законы, входящие в законодательную базу округа, напрямую касаются сферы недропользования? Отраслевые «Газпромы» имеете в виду? Если отрасли, то есть нашего ООО «Газпрома». Это стандарты различные. Стандарты, методики, регламенты. В частности, 25 января утвержден регламент налогового учета на освоение природных ресурсов. Новый. Тоже такая работа была. То есть один вид затрат перенесен в другие. Были капиталка, стали по обычным видам деятельности расходы. А это облечет за собой информирование УКС, департаментов «Газпрома» и так далее. То есть вот сейчас вот приводим в соответствие всю работу. А так, различные стандарты. Вся деятельность «Газпрома» она регламентирована. На каждый вид деятельности существуют стандарты, методики, регламенты, которые, конечно же, нужно знать и использовать. Что касается федеральных законов нашей недропользования, ну это законы о недрах. Федеральный закон о недрах ЕНАУ. Различные точно так же регламенты, сейчас так называются, федерального агентства по недропользованию, которые регламентируют все процедуры. От конкурсов, аукционов, выдачи лицензии, прекращения права пользования, выдачи уведомлений и предписаний, взаимодействия федеральных органов, надзорных, контролирующих и недропользователей. Все это, конечно, регламентировано. Там много, много различной литературы, документов. Сергей Михайлович, и в завершение беседы, самая актуальная тема, такая горячая тема ваших планерок на сегодня? Ну вот это как раз разделение юбилейки. Это уже более полугода длится. Это наша закачка многострадальная. Выделить ее надо в отдельную лицензию, чтобы четко контролировать, и чтобы одна лицензия не влияла на другую. Сейчас у нас совмещена лицензия по юбилейке, где лицензия на добычу включает в себя обязательства по закачке стоков. И, конечно же, мы не хотим, чтобы какие-то нарушения или недоработки по закачке стоков, а так как они в лицензии на добычу, они автоматически влияют на исполнение лицензии по добыче. Нужно разделить риски. Это риски, мы их разносим. Так же, как и наоборот, допустим, какие-то нарушения в части добычной лицензии, та же геологоразведка и так далее, оно не влияло на закачку стоков, в которой, допустим, все в порядке. У нас, конечно, все в порядке, но нюансы бывают. Допустим, актуальные лицензии сейчас у нас увеличение участка недор для закачки стоков. Раньше был маленький участок, новый проект по инцовею получили. Объемы стоков заявили более высокие, 310 кубов в сутки до 500. Соответственно, объем недр для их размещения на период эксплуатации, то есть на 36 лет, до 36 года, точнее, по проекту, он увеличился. А участок недр выдан маленький. То есть получить горный отвод на этот большой объем мы уже не можем. Нам надо сначала, чтобы распорядитель недр, государство, нам дало этот участок недр. И вот сейчас заявка, вот эта актуальная у нас, мы ее отслеживаем, она сейчас на рассмотрении. Ждем результатов, консультируемся, смотрим, если что, документы досылаем, конечно. Вопросов много бывает, да, в этой процедуре у всех бывает масса вопросов. Какие-то документы бывают, они теряют. То есть мы подали по перечью, хотя перечень жесткий, очень четко регламентирован. Ну, потеряли справку из фондов, вот как они апеллировали по той же закачке в Белике, что у нас там нет задолженности. Мы им говорим, вот она, перечень есть. Нет, я ее не видел. Ну, приходится копировать, отсылать. Это, конечно, опять затраты по времени. Это времени, да. И потом оно уже может возникнуть так, вопрос поставить по-разному можно. Они молчат, 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 а потом, когда на комиссию, раз и отказали по поводу. Вот поэтому сопровождение и контакты со специалистами Роснедр должны быть личные. Потому что заявку подали, ее рассматривают, звонишь. Ну, вот у вас заявка поступила, поступила. Замечания есть, может, вам что-то нужно. Да, нет, все нормально, все хорошо. Или, да, вот я бы хотел еще посмотреть, а как у вас тут кто-то. Тогда идет диалог, тогда идет нормальная процедура. А если формально подходить, то да, мы подали, они заявку потеряли. Точнее, не заявку, а какой-то документ. Юристы по перечью посмотрели на рабочей группе, опаньки, документа нет. Все, и по формальному признаку могут просто вернуть нам заявку с письмом, что у вас комплект заявка не скомплектована, отсутствуют какие-то документы. И все. То есть мы и не виноваты, а заявка уже вернулась. Да, да. И подавать ее надо уже по новой. А по новой, значит, нужны документы свежие, актуальные. Та же выписка из ИГРЮ. Поэтому, да. Забот достаточно. Да, вот этот контроль, постоянно сопровождение так называемое. Сергей Михайлович, ну, конечно, мы желаем вам и вашему отделу только успешного решения всех производственных, именно ваших задач. Спасибо. И спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. И я напомню, у нас в гостях был начальник отдела лицензирования и недропользования общества «Газпромдобыча на дым» Сергей Трандин. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»